Всем здравствуйте! Урок окружающего мира. На предыдущем уроке мы с вами говорили о природе нашей Родины. И вы, выполняя задание, рассказывали, где бы вам хотелось побывать и почему. И многие из вас рассказывали стихотворения о природе своего края. Очень мне понравились ваши стихи. А сегодня мы с вами поговорим о более важном. Посмотрите, пожалуйста, на картинку, как много красивых бабочек. А что будет, если вдруг все бабочки исчезнут с планеты? Что же произойдёт? Станет больше цветковых растений или станет меньше цветковых растений? Станет меньше птиц или станет больше птиц? Если исчезнут все бабочки, станет меньше цветковых растений и станет меньше птиц. А это у нас лягушки. Что же будет, если все лягушки исчезнут? Если исчезнут все лягушки, то станет меньше комаров и мошек и станет меньше цапель и аистов. Давайте с вами закончим предложение. Не будем цветы срывать, не будем ветки ломать, не будем животных обижать. О чем же мы сегодня с вами будем говорить на уроке? Мы будем говорить об охране природы. Поработаем по учебнику. Откройте учебник на странице 52. Рассмотрите рисунки. И расскажите, что угрожает природе. Ребята, а кто виноват во всех этих проблемах? Во всех этих проблемах виноват человек. А вам приходилось наблюдать плохие и хорошие поступки человека по отношению к природе? Расскажите об этом. Можете нарисовать рисунок, если вы вдруг сами садили деревья или убирались в сквере, или наоборот видели, когда кто-то кидает бумажку. Нарисуйте рисунок, что вы видели, и придумайте рассказ. А как связаны между собой человек и природа? Человек, все мы очень сильно зависим от природы. Мы зависим от воздуха, от воды, от растений и от животных. Природа также зависит от нас. Используя природу для своих нужд, люди поняли, что ее законы надо уважать. Отходы предприятий могут уничтожить речную флору и фауну. Вода в реке, в озере станет непригодной не только для питья, но и для купания. Если не восполнять вырубленные леса, исчезнут многие растения и животные. В природе все взаимосвязано. Приведу такой пример. В одной стране расплодилось столько воробьев, что они стали наносить большой ущерб урожаю. Люди решили избавиться от прожорливой птицы. И это им удалось. Но нагрянула новая беда. Урожай стал погибать от вредителей насекомых, которых раньше уничтожали воробьи. В конечном итоге пострадали люди. Им стало нечего есть. Чтобы сохранить природу, надо хорошо знать ее законы и уметь их использовать на благо человека. Ведь она – источник его жизни. Давайте вспомним, что надо делать, чтобы не погибла рыба в реке. Нельзя туда сливать отходы грязные от фабрик, заводов. А почему могут исчезнуть бабочки? Как их защитить? Бабочки могут исчезнуть от того, что грязный воздух. Или их очень часто начинают ловить, делать из них коллекции. А что надо предпринять, чтобы чистым был воздух и людям было легко дышать? Нужно на заводы, на фабрики ставить очистительное сооружение, чтобы воздух был чистым. Послушайте стихотворение «Наш общий дом». На одной планете дружно жили дети. Не разоряли гнезда птиц ради нескольких яиц. Не ловили под убравом рыжих белок для забавы. Травку не топтали, рек не загрязняли. Все старательно, с умом берегли свой общий дом под названием «Земля», где живем и ты, и я. Давайте поработаем со страницей 53. Посмотрите на картинки, обсудите, как нужно охранять природу. И подумайте, а как вы можете помочь природе? Послушайте рассказ, сделайте вывод. Рассказ называется «Детский тропический лес». Однажды один шведский мальчик, Роланд Тиенцу, смотрел телепередачу, где показывали гибнущие тропические леса и людей, которые, не считаясь с трудностями, пытаются их спасти. Мальчику было только 12 лет. Посмотрев эту передачу, он подумал, что когда он вырастет, то увидеть тропические леса ему уже не удастся. Мальчик понял, что взрослым тоже нужна помощь, но он не знал, как это сделать. Мальчик долго думал. Наконец-то ему в голову пришла идея, которую он мог воплотить только с помощью своих друзей и одноклассников. Придя в класс, он посоветовался со своими одноклассниками и учителем. Всем идея пришлась по душе. Ребята рассказали о своей идее родителям. Родители их тоже поддержали. Школьники решили печь печенье и продавать его среди местных жителей, а вырученные деньги отправлять на спасение тропических лесов. Сказано – сделано. Накануне выходного дня, придя из школы, ребята не играли, как прежде, на улице. Они пекли печенье. Первое время им помогали родители. Потом они сами успешно со всем справлялись. Ребята работали, не покладая рук. Каждый выходной они проводили ярмарки по продаже печенья под названием «Детский тропический лес». Спустя некоторое время на вырученные от продажи печенья деньги ребята смогли купить 4 гектара тропического леса для заповедника Монтеверди в Коста-Рике в Южной Америке. Пример ребят одной школы оказался заразительным для шведских ребят. Было создано общество «Детский тропический лес», которое объединило в своих рядах тысячи школьников. Вместе все ребята смогли собрать деньги для покупки 7 тысяч гектаров леса в Южной Америке. Руководство заповедника в знак благодарности назвало этот лес в Южной Америке «Детский лес навсегда». К движению ребят из Швеции присоединились ребята Японии, США и Германии. Вот такой спасительной и чудодейственной во взрослых делах может быть детская помощь. Природу разрушает бездумное, безответственное поведение людей, а добрые и умные поступки могут защитить природу. Можно посадить деревце, покормить птиц зимой, сделать скворечник, дать орешек белочке и много других добрых поступков. Выполним задание в дополнительной тетради. Номер 1, страница 40. Расскажите, что хорошо для природы, а что нет. Рассмотрите рисунки. Отметь то, что хорошо для природы зелёным кружком, а то, что плохо для природы красным кружком. Давайте проведём в классе конкурс рисунков на тему «Чудесный мир природы». Нарисуйте задание 2, что ты и твоя семья сделали хорошего для природы, а можно сюда приклеить и фотографии. Любите родную природу, озёра, леса и поля, ведь это же наша с тобою навеки родная земля. На ней мы с тобою родились, живём мы с тобою на ней. Так будем же, люди, все вместе, мы к ней относиться добрей. Охрана природы — это множество полезных для природы и человека дел. Это создание заповедников, национальных парков, строительство очистных сооружений, составление красных книг. Работа по охране природы ведётся по всей России. Например, в Волгоградской области в 2011 году прошла акция «Год журавля». Журавль-красавка и другие виды журавлей занесены в Красную книгу России. Открыл «Год журавля» праздник «Журавлиное поле». Ребята вручную засеяли ячменём и пшеницей большой участок земли, на котором будут кормиться птицы. Изданы красочные буклеты и календари, где рассказывается о разных видах журавлей и о способах их охраны. Среди дошкольников и школьников проводился конкурс «Журавушка». Была организована экологическая экспедиция «Живая планета» и другие мероприятия. В охране нуждается не только живая, но и неживая природа. Примером этого в нашей стране может служить водопад «Кивач», расположенный в государственном природном заповеднике «Кивач» в Карелии. Суровые и величественные пейзажи этого края. Но водопад «Кивач» особенно впечатляет. Расположен он на бурной реке. Широким потоком несёт река свои воды и вдруг обрушивает их белой стеной с обрыва вниз на чёрные камни. Миллионы брызг разлетаются, образуя радужное облако. Великолепное зрелище! Остров Валаам — природный заказник. Природа на острове совершенно уникальна. Здесь можно увидеть колонии чаек и крачек, лежбище тюленя, ладожской кольчатой нерпы, занесённой в Красную книгу России. На острове растут могучие ели и сосны, возраст отдельных деревьев превышает 300 лет. В Байкальском заповеднике создаётся экологическая тропа. Она обустроена специальными смотровыми площадками для наблюдений за животными. А возле гнёзд редких птиц установлены видеокамеры. С их помощью можно будет, не тревожа птиц, наблюдать за их жизнью. Давайте проверим, как мы умеем охранять природу. Я вам буду говорить предложение, а вы должны будете записать соответствующее ответу количество очков. Возьмите листочек, ручку, и туда просто будете писать цифры. Первый вопрос. Ты нашёл на поляне очень красивый цветок. Как ты поступишь? Вариант А. Полюбуюсь на него и пойду дальше. Одно очко. Вариант Б. Осторожно срежу и поставлю в красивую вазу. Пять очков. Вы выбираете либо первое, либо второе, либо цифра 1, либо цифра 5. Давайте ещё раз я вам повторю. Ты нашёл на поляне очень красивый цветок. Как ты поступишь? А. Полюбуюсь на него и пойду дальше. Одно очко. В. Осторожно срежу и поставлю в красивую вазу. Пять очков. Запятая. Второй вопрос. Ты нашёл гнездо с птенцом. Что ты сделаешь? Вариант А. Покормлю птенца. Это три очка. Позову ребят, чтобы они тоже посмотрели. Это пять очков. Буду наблюдать издали. Это одно очко. Покормлю птенца. Три очка. Позову ребят пять очков. Буду наблюдать издали. Одно очко. Следующий вопрос. Ребята собрались в рощу за берёзовым соком. Пойдёшь ли ты с ними? А. Пойду, но буду собираться очень осторожно. Пять очков. Б. Распрошу об этом учительницу. Два очка. В. Не пойду. Одно очко. Пойду, но буду собирать очень осторожно пять очков. Распрошу об этом учительницу два очка. И не пойду. Одно очко. Четвёртое. После привала в походе у вас осталось много пустых банок и кульков. Как бы ты поступил с ними, прежде чем продолжил поход? А. Взял бы с собой, чтобы выбросить в городе в мусорный ящик. Одно очко. Б. Отнёс бы в кусты, чтобы никто не поранился. Пять очков. В. Закопал бы в землю. Три очка. Повторю. Взял бы с собой, чтобы выбросить в городе в мусорный ящик. Это одно очко. Отнёс бы в кусты, чтобы никто не поранился. Это пять очков. И закопал бы в землю. Это три очка. Пятый вопрос. Как ты сам оцениваешь свои знания по охране природы? А. Почти всё знаю, но хотел бы знать больше. Это три очка. Б. Кое-что знаю, но хотел бы знать больше. Это одно очко. Я люблю природу, но мы этого ещё не изучали. Пять очков. П. Почти всё знаю, но хотел бы знать три очка. Кое-что знаю. Одно очко. Я люблю природу, но мы этого ещё не изучали. Пять очков. А теперь все свои числа сложите. Итоги теста. Группа первая. Это те, кто набрал от пяти до одиннадцати очков. От пяти до одиннадцати. Если бы все были такими, как ты, то не страдали бы наши леса и реки от неумелого вмешательства. Ты не только много знаешь о природе, но и умеешь её охранять. Но главное, не останавливайся. Стремись узнать больше. Группа вторая. Это те, кто набрал от одиннадцати до восемнадцати очков. Ты, безусловно, много знаешь о природе и хотел бы ей помочь. Но твои знания неполные. И ты, сам того не желая, можешь причинить ей вред. Больше читай, говори со знающими людьми. И ты с твоей огромной энергией сможешь принести пользу. Группа третья. Это те, кто набрал от девятнадцати до двадцати пяти очков. Ты, наверное, любишь природу. Это хорошо. Но ты так мало о ней знаешь. Тебе нужно изучать жизнь растений и повадки животных. В какую группу вы попали? Напишите мне об этом в комментариях. Что мы должны запомнить с этого урока? Самое главное, что охрана природы – это наш долг. Какое задание вам понравилось больше всего? А что вызвало затруднения? Оцените свои достижения на уроке. Послушайте стихотворение. Называется «Берегите планету». Давайте будем к тому стремиться, Чтоб нас любили и зверь, и птица, И доверяли повсюду нам, Как самым верным своим друзьям. Давайте будем беречь планету. Во всей вселенной, похожей, нету. Во всей вселенной совсем одна. Что будет делать без нас она?